Добрый день! Меня зовут Дмитрий Перстепанов. В организации «Цифровая экономика» я отвечаю за направление нормативное регулирование. Цифровая экономика, которую мы строим, цифровая трансформация, которой мы занимаемся, невозможна без построения новой картины будущего, внутри которой будут все новые технологии, новые бизнес-процессы. И для этой картины нужна соответствующая рамка. И не секрет, что сейчас существующая рамка законодательства не всегда позволяет реализовывать эти новые технологии, внедрять эти новые бизнес-процессы. Цифровизация — это снятие барьеров, это упрощение рутинных операций, это, в конце концов, освобождение времени каждого человека для творчества. Это сокращение походов за предоставлением госуслуг, это сокращение походов в банк, это перевод большинства операций в дистанционный вид, это упрощение судопроизводства, это множество-множество процессов, которые сейчас отнимают у нас время и которые с помощью цифровизации могли бы оптимизировать. Для этой цели в рамках программы была создана уникальная управленческая структура и внутри нее уже достигнуты определенные результаты. Предложение по повестке изменения законодательства рождается на площадке в центрах компетенции. Это абсолютно открытые площадки, в которой участвует множество представителей бизнеса. После того, как в центре компетенции повестка родилась, в виде плана она оформляется с конкретными ожидаемыми результатами, с конкретными пунктами изменения в законодательстве, которые требуется внести, после этого она поступает на рассмотрение в рабочую группу. Рабочая группа состоит из некоторого топ-менеджмента, людей, которые способны оценивать любые предложения, насколько они реализуемы, на то, насколько они необходимы, насколько они приведут нас к цифровой интерформации. В состав рабочей группы включены представители ведущих компаний цифровой экономики, представители науки, представители федеральных органов исполнительной власти. После того, как на стороне бизнеса повестка сформирована, она поступает на рассмотрение федеральные органы исполнительной власти и, что очень важно, фактически сразу вносится в правительство. В правительстве созданы специальные структуры, это президиум комиссии и по цифровой экономике, и правительственная комиссия, которые занимаются вопросами одобрения этого плана. После одобрения их в правительственном контуре они автоматически являются некоторой повесткой для изменения законодательства Российской Федерации. Причем подготовка самих актов в соответствии с этой повесткой осуществляется так же, как готовятся планы. То есть они опять разрабатываются на площадке Центра компетенции, точно так же одобряются рабочей группой и после этого поступают в правительственные органы. Таким образом создана система, при которой бизнесу уже не надо ходить, доказывать каждый раз то, что та или иная инициатива необходима для того, чтобы ее начали готовить. Бизнес сам фактически может начать эту инициативу формировать. Данная система создана не случайно, ведь не секрет, что технологии изменяются достаточно динамично. И иногда федеральному органу исполнительной власти крайне необходимо расширять компетенцию. И вот способом расширения этой компетенции как раз и стало привлечение бизнес-сообщества. Не секрет, что отдельные компании российские уже являются лидерами в отдельных цифровых технологиях. Интерес, который предъявляется к их продукции на международных выставках, это хорошо демонстрирует. Там есть Яндекс-компания, которая уже вышла за пределы Российской Федерации, осуществлена экспансией. Таких компаний много. У нас даже некоторые стартапы, формируемые в Сколково, тоже уже способны работать на международных рынках, выходить туда, продавать там свою продукцию. Это говорит о том, что в бизнесе сформировалась та компетенция, которая нам необходима для полноценной цифровой трансформации. Предлагаемые сейчас изменения условно можно структурировать на три большие части. Первая часть — это снятие первоочередных барьеров, решение первоочередных проблем, которые мешают внедрению самых насущных и востребованных технологий. Это технологии идентификации, это способы работы с электронной подписью. Ведь не секрет, что сейчас достаточно большое количество услуг как в бизнесе, так и в государстве невозможно осуществлять, потому что иногда требуется персональная явка лица. Вот новые технологии с использованием биометрии, с использованием квалифицированной электронной подписи, ее модернизация, ее внедрение и перевод ее в массовый сегмент позволяют это большинство услуг перевести в электронный вид. Вслед за электронной подписью были разработаны изменения в законодательстве, связанные с электронной формой сделки. Ведь не все сделки требуют обязательно подписания электронной подписью. Поэтому такие сделки, как, например, покупка пиццы в пиццерии или заказ простых услуг каких-то или товаров в интернет-магазине не всегда должны сопровождаться серьезной идентификацией лица. Поэтому создать условия, при которых для того, чтобы купить какой-то товар, вам не нужно будет заполнять бумаги, и это тоже один из элементов, которые необходимо реализовать, изменяя законодательство по цифровой экономике. И электронная форма сделки — это не только покупка пиццы, это еще и сложные вещи аналогичные. Это смарт-контракты, это внешнеторговые операции, это все то, что делает осуществление бизнеса проще. Планируемые изменения касаются не только заключения сделок, но и модернизации нескольких государственных институтов. Например, институт нотариата, институт судебного делопроизводства. Ведь с точки зрения нотариата мы очень часто привыкли, для того, чтобы совершить какую-то сделку, нам обязательно прийти к нотариусу необходимо. Но сейчас, после того, как мы внесем изменения в законодательство, с использованием современных технологий в нотариате можно будет удостоверять сделки, которые совершаются между людьми, находящимися совершенно в разных частях нашей огромной страны. Ведь раньше вам для того, чтобы совершить сделку, приходилось прийти к одному нотариусу, и теперь с помощью видеоконференц-связи, каждая сторона сделки может прийти к своему нотариусу, они установят между собой видеоконференц-связь, и это будет нормальным, полноценным нотариальным удостоверением сделки. При этом создаются такие инструменты, которые совершенно не влияют на юридическую значимость данных действий. В части судопроизводства упрощена будет подача документов в электронном виде. Можно будет использовать электронную подпись, можно будет получать документы в электронном виде. Результаты судебного спора в виде решения вы сможете получать полностью подписанной электронной подписью судьи без необходимости похода в суд. Это решит массу проблем, особенно для тех случаев, когда место, где рассматривается спор, и лица, которые принимают в нем участие, существенно территориально разнесены. Еще одним государственным институтом, который планируется изменить, это фиксация сведений о трудовой деятельности работников. Это так называемая модернизация трудовых книжек, перевод их в электронный вид. Уже сейчас пенсионным фондом созданы все условия для того, чтобы работник мог получать все сведения о своем стаже из пенсионного фонда. Так вот, уже разработан законопроект, который позволит через два года полностью отказаться от трудовых книжек. Заполнение их будет необходимо только в случае, если работник требует этого. Все остальные сведения о трудовой деятельности, о стаже и так далее будут браться напрямую из пенсионного фонда, причем на сайте государственных услуг можно будет получить исчерпывающую информацию, ту, которую раньше привыкли получать из трудовых книжек. Уйдут в прошлое те случаи, когда кто-то задерживал из работодателя трудовую книжку, нарушались права работников. Значительная часть нашей работы связана с созданием мер стимулирования развития цифровых технологий. Это меры, которые позволяют ускорить инвестиции в цифровые технологии, такие как краудфандинг, такие как налоговые меры стимулирования, стимулирование бизнес-ангельского финансирования. На все на это подготовлены соответствующие законы проекта, и в настоящее время они уже сейчас рассматриваются в правительстве. Но решение даже такого хорошо подготовленного вопроса, как внедрение электронной трудовой книжки, невозможно без решения других сопутствующих проблем, например, проблемы хранения электронного документа. Та же действенность между электронным документом и ранее составленным документом в бумажном виде. Сейчас объем хранения бумажных документов огромен. Под него в некоторых организациях отведены целые комнаты, иногда большие залы. Достаточно большое количество документов имеет длительные сроки хранения, иногда документы должны храниться бессрочно. Конвертация их в электронный вид позволила бы освободить все помещения, которые сейчас ими заняты. Затронуты в плане также вопросы интеллектуальной собственности, вопросы доступа к знаниям. Так, например, планируется принять законопроект, связанный с деятельностью электронных библиотек. Ведь сейчас для того, чтобы найти редкую книгу, иногда приходится ехать за много-много километров в соответствующую библиотеку, где она хранится. Планируется создать такие условия, при которых библиотекам разрешат переводить часть своего фонда в электронный вид, и он будет доступен через интернет. Это в том числе повысит доступность знаний для тех людей, которые имеют некоторые ограничения в передвижении, ограничения возможностей, как связанные с материальным положением, так и связанные с нарушением здоровья. Одним из приоритетных направлений является также модернизация вопросов, связанных с формированием новых и внедрением новых технологий. Ведь иногда новые технологии порождают для нас не только возможности, но и риски. И для того, чтобы эти риски оценить, очень важно бывает иногда запустить пилот, который показывает то, что рисков меньше, или который показывает, что какие дополнительные меры надо предпринять, чтобы эти риски нивелировать. На решение этой проблемы направлен подготовленный законопроект, связанный с функционированием так называемых регуляторных песочниц. Это механизм, который позволяет ввести некоторые изменения в законодательство локально, применительно какому-то ограниченному количеству субъектов, людей на ограниченных территориях. Например, беспилотный транспорт. Беспилотный транспорт построен на технологиях искусственного интеллекта. А полноценно обучить искусственный интеллект можно только в реальных условиях. Поэтому недостаточно тестирования беспилотника того же, например, Яндекса на закрытых полигонах или только в фонде Сколково. Необходимо создать условия, при которых он может выезжать на улицы. Причем, с учетом того, что песочницы граничиваются иногда территориально, именно этот механизм может создать для отдельных регионов базу для формирования инновационного скачка в этих регионах. Регионы в партнерстве с бизнесом могут запускать такие пилотные проекты по тестированию технологий и делать существенный рывок вперед, не дожидаясь, когда законодательство изменится, что называется, на всю страну. Те первоочередные акты, о которых я говорил, планируются принять в течение одного-двух лет. Но вместе с тем в плане есть и вторая большая часть. В рамках данного второго раздела планируется создать целые подотрасли законодательства, такие, например, как киберфизические системы, как киберспорт. Планируется решить все проблемы, существующие обработки данных. А ведь не секрет, что сейчас каждая страна находится перед выбором, каким путем идти. В Америке, например, в Европе, в Китае приняты совершенно разные подходы по тому, как данные надо регулировать, как их надо защищать, в каких условиях они могут стать предметом оборота. И соответствующие предложения будут подготовлены к концу года и оформлены в соответствующую концепцию среднесрочного нормативного регулирования. Третьей существенной частью является формирование законотворчества будущего. Мы должны не только изменять законодательство сейчас, но одной из целей нашей программы является формирование полноценной системы гибкого нормативно-правового регулирования. Некоторые наши коллеги называют это уберизацией нормотворчества. Это то, когда мы сможем уйти от существующего процесса подготовки нормативных актов, этап за этапом, орган за органом, и когда мы сможем перевести в полноценную систему коллективной работы над законопроектами. Когда каждая сторона в любой момент времени сможет подойти и зайти в соответствующую систему и увидеть там, какое изменение планируется внести в законодательство, почему это планируется сделать, и как мы будем снимать те или иные риски. Все эти три раздела уже нашли свое отражение в плане, вместе с тем план — это совершенно живой организм, в нем может появляться новая повестка. Каждый желающий может включиться в осуществляемую сейчас работу как по обновлению плана, так и подготовке нормативных актов, которые этим планом предусмотрены. Для того, чтобы поучаствовать в формировании этой картинки будущего, вам достаточно включиться в работу Центра компетенции. И сделать это достаточно просто. Достаточно зайти на наш сайт, выбрать направление нормативное регулирование, найти там кнопку «Стать экспертом», заполнить те отрасли и те типы законодательства, которые бы вас интересовали, и вы будете автоматически подключены к этой работе. При этом работа может осуществляться как полностью дистанционно, так и вы можете принять личное участие в заседаниях Центра компетенции. График соответствующих мероприятий также опубликован у нас на сайте. Причем в указанной работе важно участие каждого эксперта, который может насытить эту работу дополнительными компетенциями. Субтитры подогнал «Симон»